Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова По-моему, все идет хорошо, правда? Да. Извини. Олег, может, сок? Да, как всегда. Большинство гостей уже тут. Я думаю, можем начинать. Да, конечно. У меня тоже есть для вас сюрприз. Правда, он еще не приехал. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова 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 Здравствуйте. Здравствуйте. Очень приятно. Добрый вечер. Добрый вечер. Чувствуйте себя как дома. Доброе. Извините. Олег. Женя сегодня превосходно выглядит. Она тоже очень рада тебя видеть. Просто не подает виду, но я же знаю. Ну да, да. Несколько часов назад мы вывели Гарри из медикаментозного сна. Сейчас ему вводят витамины для поддержания сердечной мышцы. Да, если вам понадобится, вы всегда можете вызвать врача или медсестру. Просто нажмите на вот ту кнопку изголовья. К вам сразу же придут. Спасибо, доктор. Я хотела спросить. Все будет хорошо. Спасибо. Ну, как ты себя чувствуешь? Терпимо. Наташа не приходила. Не было тут никаких Наташ, Кать, Маш, Даш. А тебе давно пора взяться за ум и повзрослеть. О чем ты, мама? О твоей жизни, Гарик. Все реально. Алло. Привет. Привет. Слушай, ты потрясающе выглядишь. Прости, я костюм не успел купить. Ты отлично выглядишь. Спасибо большое за цветы. Это мои любимые. Серьезно? Я не знал. Я интуитивно покупал. Пойдем в дом? Пойдем. Прости, что я припозднился. Ничего, ничего. Праздник только начался. Ну, что тебе вкусненького принести, а? Может, куриный бульончик? Ты ж его так любишь. Где Наташа? Она приходила. Я же тебе говорила, не было здесь никакой Наташи. Только Ирина здесь днями и ночами дежурит. Вон, смотри, какую палату тебе люкс организовала. В аэропорт у нас встретила. Врачей на уши поставила. Лекарства купила. Золото, а не девушка. Я не знаю, что ты ее применял на эту певичку. Мама, давай не будем начинать. Спасибо. Ты не голодный? Да нет, я... Слушай, Женька, я... Я боюсь, что могу не понравиться твоим родителям. Здесь все... Все такие нарядные. Я как... Как? Как? В общем, я как-то не подхожу к этой публике. Так, успокойся. Мои родители, они очень классные. Они не обращают внимания на внешний вид. Им главное, какой человек. Ну ты... А ты у меня хороший. И ты у меня вообще круто выглядишь. Спасибо. Ну ладно, давай знакомиться. Где они? Я что-то не вижу. Отец, наверное, в саду развлекает гостей. А мама, может быть, на кухне. Я сейчас пойду их поищу. Я скоро вернусь. Ты мне одного здесь оставишь? Расслабься. Подходите к пациенту. Я сейчас подойду. Здравствуйте. Здравствуйте. Я вас помню. Вы приходили ко мне с Гарри Львовичем. Да, вы правы. А я часто вас вижу из окна. Давно здесь стоите? Да. Меня почему-то не пускают к нему. Как он себя чувствует? Гарри Львовича уже вывели из медикаментозного сна, но он еще очень слаб. Мне жаль, что вас не пускают. Его родители запугали наше начальство. Грозятся исками, если мы кого-нибудь пропустим. Ну, чем я могу помешать? А вы правы. А пойдемте, я вас к нему проведу. Правда? Да. Пойдемте. Спасибо. Ну, мы посмотрим, что ты из себя представляешь. Олег. Слушай, а давай еще из него двоем куда-нибудь? Мне столько всего нужно тебе рассказать. Не сейчас. У меня есть маленькая дельца. Пойдем. Извините, а можно как-то поосторожнее? Вообще-то это вы меня, по-моему, толкнули, да? А ты вообще кто такой? Ты не похож на гостей этого дома. Я... Меня пригласили. Интересно, кто? Кухарка, наверное? Почему здесь кухарка? Вы с ума-то не сходите? Вы меня сейчас сумасшедшей назвали? Нет, ты слышал, он еще и хамит. Ребят, что за истерика, а? Как ты назвал ее? Ну, повтори. Еще раз повтори, как ты ее назвал? Слушайте, я ее никак не называл. И... Я такой же гость, как все эти ваши здесь гости. И... Чего в меня тыкаете, а? А велика честь выкать. Ходят тут всякие, а потом у честных людей дома обносят. А может вы вообще вор? Я вор? Вы серьезно? А вы на себя посмотрите внимательно. И вокруг тоже посмотрите. Вот, по-моему, сборище варья. Это паразиты на теле общества. Мажоры, да? Молодой человек, что вы себе позволяете? Почему вы оскорбляете моих гостей? Я вас умоляю, посмотрите на его ботинок. Вы знаете, что он стоит больше, чем нормальный человек за два месяца может заработать. Не надо мне рассказывать, что он честным трудом на него заработает. Я не знаю, кто вы такой. Я даже не представляю, кто вас пригласил. Но вы не правы. Уважайте моих гостей, и к вам будут относиться с уважением. Спор закрыт. Всего хорошего. Пойдемте. Черт. Не забывайте, он еще очень слаб. Не волнуйте его. Вы можете с ним поговорить, но недолго. Да, хорошо. Спасибо вам большое за помощь. Не за что. Заходите. Спасибо. Наташа. Я так рад тебя видеть. Здравствуй. Я тоже очень рада тебя видеть. А, я так ждал тебя. Прости меня. За что? За все. Выздоравливай, пожалуйста. Я очень рада, что тебе стало лучше. Дай мне слово, что поправишься. Обещаешь? Все идет так неправильно. Моя жизнь, она не имеет никакого смысла. Просто пообещай. Для меня. Приходи ко мне чаще. Хорошо. Принеси диски. За своими песнями. Я буду их слушать. Я принесу завтра утром. Прости, что я задержалась. Мама просила помочь ей с напитками. Женька, ты скучно. Женька, извини, но мне не нужно уйти. Подожди, случилось? Ты что, обиделся? Я не обиделся. Мне правда нужно уходить. Серьезно. Нет. Мама, папа, это Лева. Мой лучший друг. Даже больше. Так это вы. Женечка, этот нахал оскорбил наших гостей в саду. Здрасте. Что случилось? Женя, а это твой новый друг, а где вы с ним познакомились? О, да, Лева следователь. Следователь? Отличная вечеринка. Черт, прости меня. Я понимаю, что вел себя как придурок. Кто меня за язык тянул по лесу, со своей правдой куда не бросит. Успокойся. Гости как-то это переживут? Я знаю, что они переживут. Просто я никогда не пойму этих людей, и они никогда не поймут меня. Мы разные. Они живут дорогими тачками, нарядами, а я... Кто я по сравнению с ними, а? Нет, все это большая ошибка. Я вообще не должен был сюда приходить. Когда мне такого не говори. Больше никогда. Ты самый лучший для меня. Добрый день. Как тут наш больной? Я тебе принесла диск с последними записями и фрукты. Будешь есть и поправляться. Наташа, иди сюда. Гарик, как ты себя чувствуешь? Что-то ты очень бледный. Дай руку. Наташа, ты должна петь. Ты должна учиться, ты должна сочинять песни. Ты очень талантлива, но одного таланта мало. Ты должна работать 24 часа в сутки. Гарик, зачем ты мне все это говоришь? Если ты будешь работать, ты добьешься успеха. Без этого в нашем деле нельзя. Гарик. Наташа, я... Не перебивай меня. Я могу не успеть договорить. Я... Гарик, успокойся, пожалуйста. Наташа, я... Что ты мне такое говоришь? Гарик. 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 Нет, сейчас. Подожди. Слышишь, Гарик? Гарик, не умирай. Ты не умрешь. Держись. Я согласна. Я выйду за тебя замуж. Только не умирай, пожалуйста. Доктор! Доктор, ну где он? Сделайте что-нибудь. Отойдите быстро. Гарик. Вы меня слышите? Гарик, пожалуйста. Гарик. 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 Ну как тебе вчерашний вечер? Твой друг так быстро ушел? Все испортил и ушел? Не знаю. Гарик. Меня там не было. Я этого не видела. Но мне-то ты веришь? Верю. Но я не думаю, что все было так, как ты говоришь. Его спровоцировали и он защищался. Здравствуйте. Привет. Что-то не так? Что с ней? Гарик. Господи, неужели король умер? Наташенька, как ты? Что с Гариком? Есть улучшения? Мам. Гарик при смерти. О боже. У него случился очередной приступ, он даже попрощался со мной. Мам, иди ко мне. Иди ко мне. Мам, я ушла, когда приехали его родители, чтобы не мозолить им глаза. Нужно набраться терпения и ждать. Мам! Я пообещала ему, что выдаст у него замуж, если он выживет. Все, Ларка, скоро здесь будет все совсем по-другому. Центру давно нужно было сменить имидж. Гарик это чувствовал, но он очень боится кардинальных перемен. Мне казалось, он шел в ногу со временем, даже немного опережая его. Лар, ты вообще не в теме. Я же не буду тебе рассказывать рабочие условности. Скоро здесь будет все, по-моему. Ира, ты не слишком торопишься? Гарик все-таки еще жив. Гарик... Гарик уже не жилец. Кстати, на этом можно прекрасно заработать. Например, последний проект Гарри Короля, последние фотографии, предсмертное пророчество. Боже, народ это так все любит. И нужно организовать похороны пышно, но недорого. А потом запустим статейки газеты. Коварная певица кречет, свела в могилу своего продюсера. Или новоиспеченная звезда заграбастила бизнес своего продюсера. Резонанс? По-моему, Наташа единственный человек, который Гаррика еще не похоронил. И вообще, как можно спекулировать на его смерти, Ира? Лара, это он похоронил нашу любовь, а не я. Какая разница? Большая. Если бы он был со мной, все было бы прекрасно. А он просто вытер об меня ноги. Что будет с Наташей? Ты ее выгонишь? Нет, наоборот. У нее есть контракт, вот пусть и пашет. А я из нее выжму все соки. И крупно заработаю. Заодно отомщу, пустив ее талант в тираж. Будет петь бесконечно одни и те же песенки. На корпоративах, праздниках. Потом начнет пить с тоски. Пока не сопьется. Такой план, сестренка. Давай, сыночка, давай-давай-давай-давай. Вот, молодец. Курочка домашняя. Мама старалась. Я сыт, мама. Ну, давай еще одну. Вот, молодец. Нужно поправляться. Здесь как-то душно. Гарик, тебе не душно? Не душно. Ну, Люба, открой мне, пожалуйста. Давай еще одну. Последнюю. За маму. За маму. Давай-давай. Последнюю. Люба, ну ты что, не видишь сквозняк? Закрой окно. Закрываю. Папа, подойди, пожалуйста. Давай. Мама. Да. Папа. Мама. Я женюсь. Когда? Вот. Встану. И женюсь. Ну, и кто ж твоя избранница? Наташа. Вы ее не знаете. Да как же не знаем, конечно. Это та деваха, которая обобрала тебя. Да? И высасывает теперь из тебя все суки. Мама, это ж тебе Ира рассказала. Да какая разница? Эта девка сведет тебя в могилу. Одумайся, сынок. Дорогая. Гарик взрослый человек. И он имеет право сам решать, как ему жить. Давай обойдемся без скандалов. Это его лишение. Спасибо, папа. Мамочка. Ты у меня самая лучшая. Сын. А с тобой, Лёва, я дома поговорю. Тебе. Самая лучшая большая бария? Тебе. Нет. шить. Цель-чuckle embed. СТУК В ДВЕРЬ Иду, иду, иду! Федька, ну здравствуй, дорогой! Здорово, брат! Здорово! Сто лет тебя не видел, а! Да! Ну чего стоим? Пойдем в дом, пойдем! Э-э-э! Давай я! Не-не-не-не-не! Ну как ты? Нормально, а ты? Хорошо. Гарик, здравствуйте! Здравствуйте, Ерочка! Гарик, я очень рада, что с тобой все хорошо. Ира? Да? Я должен тебе сказать, что мне очень стыдно. Я врал тебе. Я тебя обманывал. Цинично тобой и пользовался. Растоптал твою любовь. Прости, я... Прости, я... Мне очень стыдно, я... Я раскаиваюсь в этом. Папа, мама... Простите меня. Простите меня за все. Я принял одно очень важное решение. Я больше... Никогда не буду врать. Никогда не буду врать, Ира. Это разрушает душу. Ира, ты... Молодая, красивая женщина. Ты можешь выйти замуж, создать семью. Постарайся искупить все то, что ты сделала плохого в этой жизни. Ира. Представляешь... Несмотря на клиническую смерть, он пришел в себя. Я не понял, ты сейчас разочарована? Или ты уже свыклась с мыслью, что Гарик не жалец? Уже представила себя в его кресле? Нет. Я... Я рада, что он пришел в себя. Я действительно не желаю ему зла. Но... К сожалению, все эти улучшения ненадолго. Не знаю. Он сегодня такие интересные вещи говорил, но решил больше не врать и не грешить. Но тем более, контакт у него нужно выудить. Каким образом? Не знаю. Слушай, ну... Он же не хочет больше грешить, зачем ему наш ад с контрабандой. Я так счастлива, что ты очнулся, мне медсестрички позвонили. Это мое счастье. Гарик, я тебе кое-что обещала. Я помню. Ты обещала выйти за меня. Пойми, я просто хочу быть рядом с тобой. Слышать твой голос. Помогать тебе. Радоваться твоим успехам. Переживать неудачи. Гарик, я согласна выйти за тебя замуж. Правда? ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Как там, Гарик? Наташа сказала, что очнулся. И, похоже, идет на поправку. Я очень рад за бывшего компаньона. Хоть мы с ним некрасиво расстались, но какое-то время отлично сотрудничали. Рада это слышать. Гарик вообще очень творческий человек. Ему не хватает чистоплотности в делах. Ой, да. Моим дочкам вообще везет на проходимцев. Наташа что-то не вышла за него замуж. А у Жени появился этот ужасный, ужасный новый кавалер. Чего только стоил этот скандал, который он устроил на празднике. Да, давненько не было в моем окружении таких наглецов, как этот Смолин. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Диана, мне неловко, но... Дело в том, что... Это я спровоцировал этого парня на конфликты. Прошу меня простить. Просто... Тогда во мне заговорила ревность. Она выглядела такой счастливой рядом с ним. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Понятно. Зря я с ним тогда испортила отношения. Теперь надо будет как-то мириться. СМЕХ Привет. Привет. Тебе уже можно ходить? Да, я чувствую себя прекрасно. Наташа! У меня столько идей. Давай ты присядешь. Слушай, пока я здесь лежал, я понял. Во-первых, нам нужно менять направление нашей деятельности. Теперь все силы направляем на благотворительность. Ты правда так считаешь? Наташа, я вернулся в этот мир только ради тебя. Когда тебя нет рядом, я постоянно думаю о тебе. Я вижу твои глаза. И я хочу изменить мир. Правда. Я хочу кричать. Кричать от счастья. Теперь мы начнем новую жизнь. А? Давай. Мы с Наташкой раньше сюда часто приходили. Она купаться любила, а я рыбу ловил. А потом прямо здесь на костре уху варил. Ты счастливый человек. Несмотря на то, что у тебя не получилось вернуть Диану. Да. Дочка дает силы жить дальше. А как дела у твоей дочки? Внуков тебе родила? Нет ее. В смысле нет ее? Умерла. Несколько недель назад. Там, в Израиле. Рак. Ты прости, что я не сообщил тебе раньше. Почему? Не мог ни с кем из знакомых разговаривать. Ты первый, кому сказал. Прости. Мне очень жаль. Лева, что ты не веселый, а? Давай, колись. Как прошло знакомство с родителями любимой девушки? Что рассказывать, Сергей? Хуже некуда прошло. Я благодаря моему чудесному характеру все запортачил. Велся по-хамски. Еще, мне кажется, Женька во мне разочаровалась. И вообще, ей не пора. И я ее не буду больше мучить. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Я не смогла отказать Гарику. Я выхожу за него замуж. Когда? Скоро. Очень скоро. Наташа, ты меня очень огорчила этой новостью. Я считаю, что ты не должна выходить замуж без любви. Мам, у меня есть любимый человек. Но мы с ним никогда не сможем быть вместе. Если уж судьба так распорядилась, почему я не могу пожертвовать собой и не спасти Гарика? Ну зачем обязательно выходить замуж? Можно и так строить нормальные отношения. Зачем эта свадьба? ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Там пришел Максим. А он что здесь делает? Сказать, что тебя нет. 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 Пусть проходит. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Здравствуйте. Привет. Здравствуйте. Здравствуйте. Максим, где пропадали? Давно вас не видели? Простите, был в Германии. Только сегодня прилетел назад. Вот первым делом к вам. Хочу выговорить Наташу поехать ко мне в гости хотя бы ненадолго. Думаю, это не получится. У нас вроде как скоро состоится свадьба. Да ладно. Что, Женька замуж выходит? Нет. Нет, речь шла о моей свадьбе. С Гариком. Простите. Макс, постой! Мама? Наташа, ну... Что ж такое? Макс! Макс, послушай! Я не понимаю, зачем ты снова собралась выходить за него? Зачем наступать на дни те же грабли снова, а? Я не понимаю! Ну, послушай, Гарик сильно изменился. Ему нужна моя поддержка. Он чуть не умер. А может быть, я тоже умираю без тебя. Что мне нужно сделать? Пережить клиническую смерть, я готов. Максим, я чуть не убила его. Гарик без меня умрет. Я вернулся сюда специально ради тебя. Решил попробовать все еще раз. Ты меня в упор не видишь. Я для тебя никто. Максим, ну ты же мой лучший друг. Представляешь, наш босс выздоровел. В центре все только и шушукается о том, что он теперь женится на Наташе. Очень хорошо. О чем это мои дамы шушукаются, а? Да так, обсуждаем жизнь центра. Гарик пошел на поправку. Вопреки всем ожиданиям. Говорят, неплохо себя чувствует. Выкарабкался, да? Не только выкарабкался. Он женится. На Наталье кречет. Здравствуй. Слушайте, я о чем подумал. Может, мы новую мебель Богдану купим, а? Ремонт сделан. Пора бы и мебель обновить. Правильно. Надо обновить. У него шкафчик какой старенький. С него и начнем. Нет, мам. Сначала мы купим кровать, а потом посмотрим. Ну, хорошо. Купим кровать. Лучше уже гарнитур? Юрий Владимирович, рад вас видеть. Взаимно, Гарри Львович. Садитесь, пожалуйста. Садитесь. Вы знаете, спасибо, что вы пришли. Юрий Владимирович, тут какое дело? Простите. Я хочу оформить дарственную. Но Наталью кречет. А что будем дарить? Продюсерский центр. Я хочу сделать ей сюрприз. Подарок ко дню свадьбы. Правильно ли я понимаю, что вы имеете в виду договор дарения? То есть полную передачу прав собственности? Да. Я хочу переписать на нее весь бизнес. Ясно. Оформим без проблем. Только сюрприза не получится. Так. Договор дарения должен подписать одариваемый. То есть Наталья. Это обязательное условие? Может, что-нибудь придумаем? Подумайте. А где Женя? Спит еще. Странно. Она что, вчера вечером ходила гулять? Она уже несколько дней из дома не выходит. Да? ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Митя, Митя, простите меня, я не знаю, что со мной тогда произошло, Митя. Это какой-то срыв был, всю неделю потом провалял с температурой. У меня же нет никого, кроме вас, Митя. Я перед вами на колени встану, простите меня. Не надо таких жестов, Феликс, и приходить к нам больше не надо, никогда. Митя, 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 мы же родные люди, Митя, я столько для вас сделал, Митя. Неужели ты готов забыть все годы нашей дружбы, Митя? Уходи, Феликс. Я никогда тебе не прощу, что ты поднял руку на мою жену. Это кто решил? Ты или она? Мы так решили. Мы. Мне очень жаль. ЗВОНОК В ДВЕРЬ Если ты думаешь, позвони. Ольга. 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 Заберите этот букет, пожалуйста. Давно пора было гнать его. Ну, лучше позже, чем... Я правильно поступил? Абсолютно. ЗВОНОК В ДВЕРЬ Привет. ЗВОНОК В ДВЕРЬ Как ты? Спасибо. Последнее. ЗВОНОК В ДВЕРЬ Сегодня выписывают. Хорошо. ЗВОНОК В ДВЕРЬ Скажи, ты мне доверяешь? ЗВОНОК В ДВЕРЬ Конечно, доверяю его. А что? Я попрошу тебя подписать одни документы. Вот на тумбочке. ЗВОНОК В ДВЕРЬ Только не читай. Договорились? Просто подпиши и все. ЗВОНОК В ДВЕРЬ Подожди, это же нотариальный бланк. Ну и что? Что ты задумал? ЗВОНОК В ДВЕРЬ Доверься мне. Мы же с тобой теперь одна семья. ЗВОНОК В ДВЕРЬ Пожалуйста. Ладно. Спасибо. Спасибо, моя родная. Знаешь, я уверен, что ты не пожалеешь о том, что подписал эти документы. ЗВОНОК В ДВЕРЬ Дело стопорнулось. Таскают меня по кабинетам, будто я подозреваемый. Все эти объяснительные, эти разъяснительные отчеты. Не могу уже. По этому районному депутату? Ага. Местный святой. Сразу ясно, что все прикрывают. Задолбали. А ты чего? Такой кислый, а? А, да такое. Вчера одного фигуранта упустили. Опера хреново. Им бы рыбу ловить, а не преступников. И то я думаю, что вряд ли поймают. Его полгода паса, а они прошляпили. Красиво, фигня все это. Знаешь, что тяжело мне? Потому что из-за характера своего, из-за дурости, кажется, Женьку потерял не всегда. Теперь не знаю, что делать. Да? А моя Наташа выходит замуж для своего продюсера. Как тут мне напиться, а? И что там, Ира? Сказала, что в фестивале принимать участие не будем, что все будет по-новому, запретила мне репетировать. Ладно, я с этим разберусь. Что еще? Ира сделала нам по два-три корпоратива или свадьбы в день, чтобы быстрее денег заработать. Ну, кому это понравится? Вот, мальчики перешли к Запольскому. Ничего себе. Прости. Да, мам. Алло, привет, Наташа. Ты где? В больнице у Гарика. Прости, что отвлекаю. Я бы просто так не звонила. Что говори? Да, Женя что-то неладное. Она заперлась у себя в комнате, никого не хочет видеть. Можешь приехать поговорить с ней. Может, она тебе расскажет, в чем дело. Хорошо, скоро буду. Что там? Прости, нужно срочно ехать домой что-то с Женькой. Серьезно? Не знаю, заперлась в комнате, не хочет ни с кем говорить. Хорошо, держи меня в курсе. Пока. Я позвоню. Начинается новая прекрасная жизнь. Наташа, ты будешь очень счастлива. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова